МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну кто не любит путешествовать? Столько нового и интересного можно узнать. Стоит только выехать за пределы родного города. Каждое туристическое место уникально по-своему. Отправиться в далекий путь сегодня не составляет большого труда. И для этого, поверьте, вовсе не обязательно быть миллионером. Наши ведущие Жулбыс и Антон доказывают это в каждой программе. Представьте, сколько всего открыли для себя ребята. За несколько недель они уже объехали пол Казахстана, побывали в самых отдаленных уголках нашей родины и не спешат прерывать свой тур. В прошлой программе мы посетили и рассказали вам о главной достопримечательности Туркестана – мавзолея Великого Суфия Ходжа Ахмета Ясалви. Сегодня ребята отправятся на поиски новых приключений. Их ждут древнейший город Сайрам, о котором есть сведения в священной книге Авеста, Байнаульский национальный парк, озеро Сайрам-Су. Мы попытаемся разгадать тайну Кимпыр-Тас и дойдем до озера Торай-Гыр. Присоединяйтесь и вы к нам! Итак, мы открываем очередную страницу сакральных мест Великой Степи. Сайрам, или как раньше его называли Испиджаб, одно из самых древних поселений на территории Южного Казахстана. Находится оно на берегу реки Сайрам-Су, в 10 километрах от Шимкента. Стоит отметить, что это единственный город, сведения о котором до наших дней донесла священная книга зороастризма Авеста. В 11 веке философ Махмуд Кашкари пишет «Саурам» — название белого города, который также называется Испиджаб. Исследователи предполагают, что это название пришло с сагдийского языка. В средние века Сайрам был центром развития культуры, науки, искусства в Средней Азии. Ученые называли его городом пяти континентов. Исторический центр города сохранился и в современной планировке. Руины древнего Шахристана и крестообразная схема улиц являются памятником градостроительной культуры 9 века. Испиджаб считался отправной точкой на отрезке Великого Шелкового пути в Казахстане. Город возводили лучшие мастера и купцы Самарканда, Нерва и Бухары. Историк и автор труда Мехманамия и Бухара Рузбихан из Фахани пишет о Сайраме так. Заборы, которые окружают большую часть города, настолько высоки, что руки того, кто хотел бы завладеть ими, так и не дошли бы до стен города. Далеко за границей казахских степей прославились местные ремесленники. Они филигранно владели искусством поливной керамики, стеклоделия, ювелирным и кузнечным делом. Их изделия распространились по всему миру. Самым популярным товаром на экспорт были ткани. Огромным спросом пользовались здешние кошмы. Во многих музеях мира по сей день можно найти мечи и оружие, сделанные сайрамскими ремесленниками. Лучше один раз увидеть, как говорится. Ну а теперь пора узнать, как обстоят дела у съемочной группы во главе с Антоном. Природа Казахстана не перестает удивлять нас своими красотами. Сегодня эта команда добралась до Баянаульского национального парка. Не веришь своим глазам, посреди степи с ее скудной растительностью неожиданно раскинулся настоящий живописный уголок. Его территория составляет 50 688 гектаров. Баянаул – место вообще огромнейшим потенциалом. Просто колоссальным. Причем, скажем так, сегодня она уже имеет какие-то территориальные зоны отдыха, то есть уже современные. Есть какие-то восстановленные там остатки от, скажем так, от Союза. Но что меня удивило, там наконец-таки сделали в этом году дороги. То есть это большой плюс для развития этого парка. Подъезжая, кажется, что горы сами расступаются перед тобой, как бы приглашая в мир первозданной природы. Кристально чистые озера, хвойные леса и свежий воздух – все это Баянаул. Расположен парк на юге Павлодарской области, в 100 километрах от Экибастуза. Основали его в 1985 году. Стоит отметить, это первый национальный парк Казахстана. Сам парк, он уникальный. То есть он, причем, этот парк реально может, как в туристическом кластере, работать круглый год. И зимой, и летом. Вообще, вот, он уникален. Зимой там спокойно можно развивать такие виды, вот, как беговые лыжи. То есть прям, это идеальное место для занятия беговыми лыжами. Вот, как у нас, допустим, там в Щучинске есть такая тренировочная база у лыжников, беговиков. Точно такую же можно базу сделать в Баянауле. Богата флора и фауна этого края. Здесь произрастает 438 видов различных растений. Обитает 40 видов млекопитающих и более 70 видов птиц. Одно но. Насладиться всей красотой нам не удалось. И все из-за погоды. Надеемся, совсем скоро все изменится. А пока на очереди Жулдыз. И она тоже сегодня ходит по горам. Только на юге Казахстана. Сайрам-Су по праву считается жемчужиной Шимкента. Это одно из самых живописных мест в этом крае. Сайрам-Су – это уникальное высококорное озеро. Ледниковое происхождение находится на высоте 2350 метров над уровнем моря в горах западного Тяньшань Туркестанской области. Своей красотой место завораживает с первых же минут. Вода в озере нежно-бирюзового цвета и очень холодная. Градусов 9. Даже летом она не прогревается. Все потому, что в озеро впадают множество подземных горных родников. Цвет озера во многом зависит от погодных условий. Когда светит солнце, вода может менять бирюзовый оттенок на голубой. Если же на улицах хмуро, то и вода приобретает зловещие серые оттенки. К слову, на этот счет в народе есть поверье. Давным-давно здесь жил Бай. У него была дочь, которая с самого рождения была засфатана за богатого хана. Несмотря на строгое воспитание, девушка выросла гордой и волевой. Однажды она влюбляется в бедного юношу и решает выйти за него замуж. Бай, конечно же, был против этого брака, и тогда молодые решили сбежать. Чтобы остановить отца, она бросила бирюзовое кольцо, и на этом месте возникло озеро яркого, малахитового оттенка. Для того, чтобы по-настоящему насладиться красотой южных вершин, чистым воздухом и яркими красками, необходимо иметь отменное здоровье и огромное желание, иначе любоваться всем сможете только на картинках. Добраться сюда не так-то легко. Сперва нужно проехать 10 километров по бездорожью, потом 6 километров пешего трекинга по горным тропам. Но вид, который открывается, стоит того. Вода бирюзовая, чистая и ледяная. Подъем идет по необычному хребту динозавра. Идти нужно крайне осторожно. Повсюду резкие пропасти, а внизу быстротечные реки. Есть здесь еще одно особое место – долина предков. Вокруг часто собираются тучи, где-то вдалеке сверкают молнии и гремит гром. Облака также могут опускаться до самых низин и стелиться прямо под ногами. Одним словом, с Айрам-су вы найдете то, чего никогда не увидите ни на одном заморском курорте. Первозданную природу, уникальные памятники истории. Дорогие телезрители, не забывайте про наш фотоконкурс «Повтори кадр». Для этого вам нужно сфотографироваться возле озера Сайрам-су. Разместить фотографии в социальной сети Инстаграм под хэштегом «Экроссвы Казахленд». И тогда вы получите возможность выиграть ценные призы от нашего телеканала. Готовы? Поехали! Интересно, а сколько фотографий уже накопилось у Жулды за время поездки? И пока она продолжает эксплуатировать оператора за фотографа, мы перемещаемся на север страны. Две новости. По-моему, нам галенья перестало стоять. Мы можем даже высказать. Вторая новость хорошая. Мы едем в горе Замантас. Ну а сейчас мы проходим мимо озера Жасибай. Вот эта вот водная гладь названа так в честь батыра Жасибая, которая здесь когда нее ботиночку останавливала Джунгар. Но, конечно, что-то и он пал. И одинокая ступна батыра создала вот этот вот прекрасный вид озеро. Это, скорее всего, здесь было до него. Но легенда красивая и, мне кажется, много красивей есть новость. Что-то, наверное, распространяется. Вот не бывает. Господи, гора! Гора! Меня ждешь! Озеро Жасибай признано самым чистым в Казахстане. Находится оно в 270 километрах от Караганды. Рядом расположен легендарный Баянаульский национальный парк. Примерное время в пути 4 часа. Место это поражает своим великолепием и природным разнообразием. В центре озера вырос необычный остров. Сверху он напоминает форму сердца. Нетрудно догадаться, что называют его любовным островком. В народе это место овеяно легендами о красавице Баян Сулу и ее женихе Хозе Корпеш. Озеро раскинулось посреди гор. Кажется, это идеальное место для отдыха. Длина озера составляет 3,5, а ширина 2,4 километра. Максимальная глубина 15 метров. С каждым годом озеро набирает популярность. Сюда приезжают не только казахстанцы, но и туристы из России, Кыргызстана и Китая. Не забывайте выкладывать свои фотокадры с путешествий в социальной сети под хэштегом AcrossTheCasachLand. Тогда вы получите шанс выиграть ценные призы. Не упустите такую возможность. Можно ли устать от путешествий? Наверное, дорога отнимает много сил и времени, но когда ты добираешься до пункта назначения, усталость снимает как рукой. Это на себе проверили наши ведущие Антон и Жулдыз. Тем более, когда пейзажи резко и кардинально сменяют друг друга. Еще пару дней назад Антон вглядывался в бескрайние степи, а сегодня он в сказочном лесу. Он более, скажем, он более зеленый, если с югом сравнивать, то есть, во-первых, здесь и уже какие-то сосновые, и лиственные деревья там растут. То есть, он достаточно такой край богат зеленью. Чем-то есть некое такое перекликание, конечно, с нашим боровым. Вот какие-то отголоски есть, но оно более, я бы сказал, более уединенное. То есть, вот в нем как-то нет этой массовости туристической, которая есть сегодня уже, допустим, в Боровом. И оно территориально, наверное, все-таки побольше. Ну, интересное место. Надо туда приехать и увидеть своими глазами. Каждый приезжий найдет здесь развлечение по душе. Кто-то отправляется покорять горы, занимается скалолазанием, можно прогуляться по лесу и насобирать различных ягод и грибов. Но в основном люди любят озеро Жасыбай за его пляжный отдых. Большой плюс, опять-таки, у Баянаула в том, что он, ну, очень, он, в принципе, рядом крупным, большим городом. То есть, и от Караганды рядом, 290 километров, и от Петропавловска тоже рядом, там, порядка 300 километров. То есть, это все рядом, это все доступно. Хорошо, конечно, если вам повезет с погодой. Тогда можно и покупаться. А сегодня что-то желания совсем нет. Ну что ж, а наше путешествие продолжается. Вы можете следить за ним по хэштегу Across the Kazakhstan, если, конечно, нас не сдует вот этот вот мощнейший степной ветер. Мы прибыли к Саймонтас. Горе, как нам обещают, с очень уникальным видом. Но насколько уникальны, мы это сейчас узнаем. На самом деле, горы появились еще в Палеозойскую эру. В то время, когда даже не были сформированы континенты, военноульские возвышенности росли наряду с горами Шотландии, Ирландии и северо-западной частью Скандинавского полуострова. Под воздействием ветра, солнца и сильных дождей возник необычный рельеф. Ученые предполагают, что в их сторону лег жидкий гранит, песок и кварцит. Именно поэтому они сложены из таких приплюснутых камней, напоминающих коржи торта. Ну, вот он, Саймон-Тасс или гора Саймон. Тасовно переводится как достоинство, ну, или инструмент. По легенде, если мужчина прикоснется к этой горе и пожелает того, он сможет избавиться от бессилия. Здесь также есть камень, который обладает такими же свойствиями, но помогает уже женщинам. Такие вот интересные легенды. Но вообще, гора в какой-то степени напоминает шлем Дарта Вейдера. Ладно, мой черед. Я думаю, от бессилия я уже избавился. А наше путешествие продолжается. Впереди нас ждет Кимпиртас. Обещают такой же интересный, уникальный вид. Ну, может, не совсем такой. Вниз! Как я здесь спускался, как я здесь забирался. Эть, эть, эть! Еще одна особенность Байнаульского парка в том, что здесь произрастают сосны, занесенные в Красную книгу, черный реликтовый шиповник, ольха, можжевельник и даже орех-чилин. Как-то в округе проводились исследовательские работы. Находки потрясли весь научный мир. Здесь палеонтологи нашли останки древних животных – носорогов, жирафов и гипорерионов. К слову, существовали они примерно 10 миллионов лет назад. Представляете, какие тайны могут хранить Байнаульские горы и сколько всего нам предстоит узнать в будущем? Следите за нашими открытиями в социальных сетях по хэштегу AcrossTheKazakhLand. Не упустите все самые интересные новости. Фух! Так, теперь у нас здесь Кимпиртас. Обещают, как вы и говорили раньше, уникальный вид. Надеюсь, хороший уникальный вид. Судя по всему, место пользуется популярностью. Туристов достаточно много. Вот он, что ли, Кимпиртас. Точно, он. Антон и вся съемочная команда все еще ждут улучшения погоды. И вот ребята случайно выясняют, что температура в июле здесь едва достигает 16 градусов. Так что, отправляясь в Байнаульский национальный парк, не забывайте о теплых вещах. вот Кимпиртас, или же гора Баба-Яги под определенным углом говорят, что напоминает, собственно, голову вот этой вот беззубой старухи-героини многочисленных сказок. Ну, мне напоминает это череп этой старухи, но тоже в том числе все-таки это похоже на что-то такое сказочное. Вообще, Байнаульский национальный парк славится своими многочисленными горами или скалами, которые под воздействием воды и ветра приобретают очень причудливые интересные формы. Так что здесь явно есть на что посмотреть. Допустим, как я прыгаю. По традиции, про такие скалы народ складывает всевозможные сказания. Считается, что некогда в этих краях желание описуемой красоты девушка. Многие парни били за ее сердце, но злые завистники изгнали ее из аула. И тогда девушка связалась с нечистой силой и стала мстить обидчикам. Вот только сильна она была только во тьме. И однажды она не успела вернуться в свою обитель. Солнечные лучи в секунду превратили ее в камень. И теперь она со злобой смотрит в сторону восхода. С другой же стороны можно просмотреть образ милой старушки, которой она могла бы стать, если бы не перешла на сторону зла. И теперь камень словно напоминает нам о главных ценностях жизни. Спасибо Кимпиртасу. На скалы мы насмотрелись. Впереди нас ждет озеро Торагер. Посмотрим теперь на воду. Главное не замерзнуть. Тун-тун. Тун-тун. Фух. Холодно. Шапочку наденем. О, прихлечало. Вообще, приехали на озеро Торагер, а нас встретили опять скалы. Вот пик Торагер. Местные говорят, что якобы раньше он назывался пиклом смелых. То есть, собравшись на самую вершину этой горы, ты получил статус храбреца. Но, наш путь не сюда, наш путь все-таки к озеру. Располагается озеро Торагер у подножия северного склона Баянаульских гор. Общая площадь равняется почти 13 квадратным километрам. Это третье озеро по величине и самое высокое озеро в Баянаульском национальном парке. По размерам оно уступает водоемам Жасыпай и Сабынды-Коль. Баянауль шикарное озеро Торагер. То есть, оно очень интересно расположено, и рыба в нем в озере водится. То есть, место на самом деле его надо видеть. Хотя, по-моему, Асакен Сейфулин в каком-то из своих произведений описал это место. Ну, у меня, допустим, я немногословен, я могу передать своих фотографиях в изображениях, насколько этот край богат, уникален, интересен. Вода в Турай-Гыре не такая прозрачная и мягкая, и находится она в труднодоступном месте. Поэтому особой популярностью у туристов не пользуются. Однако, те, кто хоть раз побывал здесь, отмечают, что вновь вернутся сюда. Атмосфера здесь какая-то таинственная и спокойная. Можно расслабиться и уединиться с природой. А еще у вас есть возможность насладиться завораживающим закатом и звездным небом. Вот только учтите, что даже в июле на озере прохладно. не забудьте захватить с собой теплые вещи. Озеро Турай-Гыр. Вода. Вода это хорошо. Вода, 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 вода. Опа. Фух. Вот такой вот уазис посреди степи. Вообще, это озеро находится на высоте 482 метра над уровнем моря и названо в честь поэта султана Махмута Турай-Гырова. Как говорят местные, его могила находится где-то рядом на берегу. Но туристический потенциал этих мест только начинается. По пути сюда мы встретили достаточно большую вереницу людей, приходящих насладиться видами этого озера и окружающих его скал самостоятельно. Так что, если вдруг вы находитесь в этих краях, обязательно загляните. Если вы любитель рыбалки, то вам обязательно стоит сюда приехать. В озере водится несколько видов рыб. В большом количестве обитают окуни и карпы. Главная изюминка озера небольшие каменные островки. Находятся они недалеко от берега. Доплыть до них не составит большого труда. Они, кстати, и являются неплохим местом для рыбалки. Ну или здесь можно провести необычную фотосессию. Одним словом, посетив озеро Турайгыр, вы непременно получите массу положительных эмоций и воспоминаний на долгое время. Ну а мы напоминаем вам, что если вы повторите наш фотокадр в этой местности и выложите в вашу социальную сеть инстаграм под хэштегом Акрозда Казаклан, у вас есть шанс выиграть интересные призы. Край богат не только своей природой. Здесь также проживают талантливые умельцы. Андрей Пилипенко местный художник. Для туристов он проводит различные сеансы арт-терапии. Мастер уверен, что рисование поможет избавиться от накопившегося негатива и получить массу позитивных эмоций. Все, что находится в этой комнате он сделал собственными руками. Андрей, а вот расскажите, получается, вы просто находите часть дерева или оставшуюся часть дерева и начинается просто... Это старые туски с корышей. Рабочие хотели сжечь. Я говорю, вы что тут... Зачем? Такая вещь, да? И с них начал делать такие вот такие поделки. Она очень... Она природная и фактурная, тем более, что вот здесь вот эти вот грибки, вот все вот, ну, фактуры вот жизни этого дерева, они, в общем-то, хорошо читаются. Ну да. И создалась вот такая вот идея сделать вот такую картинку, которая называется треснувшая луна. Удивительно, как в умелых руках обычные и никому не нужные на первый взгляд дощечки превращаются в настоящее произведение искусства. Нечто подобное можно сделать и самому на мастер-классе. Вершествие грибов на планету Земля. Да. Это она, в смысле, сгнила здесь как-то сама по себе? Это вот гриб, это вот гриб, а вот это вот сам гриб. А все-все вижу. И дополнялся Землян. Слушайте, как-то так вроде бы и просто, и в то же время необычно. А еще я слышал, что у вас все ваши изделия, они, так я понимаю, могут продаваться, покупаться. То есть вы это, в принципе, можете и показать. Ну, очень интересно, взгляд, за этим всем. Какое-то необычное мышление, оно видит в обычных вещах, наверное, определение художника. Ну, спасибо вам большое, Андрей. Хорошо. За уделенное время. Я не буду вас больше отвлекать. Спасибо. И удачи вам в продолжении. Ну, это я тоже держу на место. Время так быстро летит, что не успеешь оглянуться, как вот уже и полгода позади. Так незаметно пролетели и 25 минут в компании ведущих Антона и Жулдыз. Сегодня мы побывали в древнейшем городище Сайрам, отдохнули в Байнаульском национальном парке. Необычные горы взбудоражили фантазию, а озера Сайрам-Сул и Турай-Гыр зарядили нас положительной энергией, чтобы и дальше продолжить наше увлекательное путешествие. Присоединяйтесь и вы к нам. Следите за приключениями Антона и Жулдыз в социальных сетях по хэштегу AcrossTheKazakhLand. Не упустите все самое интересное. А мы не прощаемся. Увидимся совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин